С учетом мнения самих жителей, помочь областному центру стать городом будущего. Такую цель преследует проект, реализация которого началась накануне. Напомню, на Восточном экономическом форуме губернатор автономии Ростислав Гальштейн подписал соглашение о сотрудничестве с компанией дом.рф по разработке мастер-плана Биробиджана. Что предложили представители власти и общественники, расскажет Алексей Калашников. Как Биробиджан будет развиваться в ближайшие годы, в каких частях и на каких территориях города следует вести жилищное строительство, а где следует размещать социальные и промышленные объекты. Все эти вопросы стали предметом для обсуждения общественностью областного центра. А помогали правильно расставить акценты и прийти к общему знаменателю специалисты фонда дом.рф. В областной центр приехал десант из молодых аналитиков, дизайнеров, редакторов и архитекторов. На встречу пришли неравнодушные горожане, юристы, чиновники, представители бизнеса, общественных объединений и территориального самоуправления. Цель – собрать и проанализировать идеи, каким жители видят Биробиджан в будущем, затем выработать мастер-план. Это такая комплексная концепция пространственного развития. Во-первых, она публичная, поэтому мы и проводим слушания. Во-вторых, она как раз таки подразумевает обсуждение с различными заинтересантами, то есть и с бизнесом, и с различными общественными организациями, со студентами, с велосипедистами, например. То есть здесь это такой публичный договор. Истина рождается в споре, поэтому участников семинара разбили на несколько групп. Каждая устроила мозговой штурм по заданной теме. Впрочем, те, кто всю жизнь связан с Биробиджаном, и так знают все его преимущества и недостатки. ТЭЦ в центре города. Из-за этого плохая экология. Слабо развитая дорожная сеть. Разбитый мост через Биру – нехватка коммуникации и свободной земли для нового строительства. У нас много хрущевок. Нам не позволят их снести первые, допустим, 30 лет. Но мы их должны облагородить, чтобы они были красивые и привлекательные. Ну, то есть с дизайном. Дальше, я считаю, зелёный ландшафт у нас не занимается совершенно. Зелёный ландшафт. Там обстригли деревья, там подстригли. А единого плана ландшафтной архитектуры у нас нет. А ещё разбитые дворы – старые, требующие ремонта зданий, детских садов и школ. Но самый главный вопрос – из каких источников взять средства, чтобы сделать Биробиджан комфортнее и краше. Все мастер-планы, они презентуются перед президентом. То есть все те проблемные вопросы и предложения по их решению, они будут презентоваться. Соответственно, уже после того, как документ пришёл в защиту, у нас больше возможности получать финансирование на как раз-таки реализацию решения этих проблем. Окончательная версия мастер-плана будет готова к сентябрю. Горожане ещё смогут высказать свои идеи на сайте дом.рф. Алексей Калашников, Максим Сидичкин, Вести Биробиджан.